Он станет первым франкоговорящим премьером Бельгии за три десятка лет. Шесть крупнейших политических партий страны достигли соглашения по поводу государственной реформы, социально-экономических вопросов и программы правительства. Ожидается, что сегодня будет обнародован примерный состав кабинета. Уже ясно, что в правительство не войдут фламандские националисты Барта де Вевера, хотя именно они получили большинство на выборах 2010 года, которые и положили начало нынешнему политическому кризису. За решением политических проблем последуют решения экономических. Ди Руппу еще на прошлой неделе предупреждал, что под его руководством Бельгию ожидает самое серьезное оздоровление бюджета за послевоенную историю. Иначе говоря, бельгийцы окончательно присоединятся к остальным европейцам, затягивающим пояса. Защитить надгробие Оскара Уальда от поцелуев решили наследник и почитатели знаменитого писателя и поэта. В среду на парижском кладбище Перлашес прошла приуроченная к годовщине смерти Уальда инаугурация отреставрированного памятника. В церемонии приняли участие внук писателя, ирландский министр культуры, известный английский актер. Он обожал Францию, которая была одной из самых творческих стран в 19 веке. Наверное, он был бы счастлив узнать, что его похоронили на французской земле. В конце жизни он ненавидел Англию, заявил Руперт Эверетт. Актер, неоднократно исполнявший роли героев Уальда. Профинансировали проведение работ правительство Ирландии, Перлашес и французское общество по охране исторических памятников. Одна из самых посещаемых на кладбище статуй, крылатый сфинкс работы Джейкоба Эйпстайна, отныне защищен стеклом в человеческий рост. За последние годы он изрядно пострадал, и за моды запечатлевать на нем поцелуи. Далее в новостях спорта. Уже 12 участников 1-16 финала стали известны в Лиге Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Лиге Европы испанский Атлетико гарантировал себе выход в плей-офф из группы Смерти И, победив в гостях шотландский Селтик. Французский Рено не смог взломать оборону итальянского Удинеза и лишился всех шансов на квалификацию. В матче последнего тура Удинеза и Селтик в очном поединке разыграют вторую путевку в плей-офф. Из группы А в плей-офф досрочно пробился греческий Паоко, сенсационно победивший в Лондоне английский Тоттенхем. Российский Рубина присоединится к Паоко, если обыграет греков в матче последнего тура. В группе Б первое место себя обеспечил бельгийский стандарт, обыгравший немецкий Ганновер, который также гарантировал себе выход из группы. В группе С досрочно обеспечившие себе квалификацию Леги и ПСВ разыграли между собой первое место, которое завоевали голландцы. В группе Ж украинский металлист разгромил Венскую Аустрию и обеспечил себе первое место. На второе все еще претендует голландский Азет Алкмар и сама Аустрия. И, наконец, в группе Аша португальская Брага сломила сопротивление английского Бирмингема и также обеспечила себе Еврокубковую весну. В баскетбольной Евролиге испанский Биская Бильбао разгромил дома французский Нанси и сохраняет шансы на выход во второй этап от группы А. В группе Б ожидаемых побед добились российский ЦСКА и действующий чемпион греческий Панатино Икос, обыгравший немецкий Бамберг и хорватский Загреб соответственно. И, наконец, в единственном матче группы ЦСКА бельгийский Шарлер Уа уступил дома турецкому Эфесу и с одной победой прочно обосновался на дне турнирной таблицы. Немецкий велогонщик Ян Ольгиха подождет еще полтора месяца.